МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поисковики подняли ИЛ-2 военных времен. Служу Российской Федерации и ветеранскому движению МВД. Ветеранская организация внутренних войск России отметила 25-летие. Главное, чтобы образы были смешные и выразительные. Традиционная выставка в художественной школе Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. Глава МИД Индии разберется в причинах трагедии в общежитии Смоленской медакадемии. Для этого она приехала в Москву, где гласит окончательный вердикт в деле погибших в огне студенток. Напомним, трагедия произошла 14 февраля. Назначен временно исполняющий обязанности начальника УМВД по Смоленской области. Им стал Дмитрий Гутыря, заместитель бывшего начальника областного управления. Напомним, что Михаил Скоков, возглавлявший до этого смоленскую полицию, назначен министром внутренних дел по республике Северная Осетия Алания. На плановом оперативном совещании глава администрации Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. С 18 апреля на должность председателя комитета по имущественным и земельным отношениям назначена Ольга Романова. Заместитель главы Сергей Тощев поблагодарил горожан, оставивших свои отзывы об участии наших муниципальных учреждений в открытом конкурсе проектов Росатома на сайте администрации. Уже больше тысячи родителей обратились, дали свою оценку, поэтому от этой оценки зависит отношение к данным проектам. И она будет, безусловно, учитываться уже непосредственно той конкурсной комиссией в Росатоме, которая будет принимать наши конкурсные заявки. Поэтому большое спасибо всем. Десногорские педагоги приняли участие в работе международной конференции «Образование 21 век. Проблемы и успехи», которая проходила с 14 по 17 апреля в Москве. Учителя вернулись домой с новыми идеями, замыслами и проектами. Мы сейчас подключаемся к работе этих проектов, будем составлять видеофильмы и брать интервью у тех работников и пенсионеров, и сегодняшних жителей города Десногорска, с тем, чтобы составить историческую летопись о том, как составался наш город. В ближайшее время специалисты планируют обследовать городские дороги. За три месяца текущего года на свет появилось 111 детей, из них 56 мальчиков и 55 девочек. Больше 300 смолян приняли участие 16 апреля в тотальном диктанте. Проверить свои знания по русскому языку можно было сразу на двух площадках – в бизнес-клубе и в областной библиотеке. Итоги будут подведены в 20-х числах августа. На литейном предприятии в Катане под Смоленском изготовлен бронзовый памятник российскому путешественнику и ученому Фаддею Белинсгаузену. Монумент установлен в столице Уругвая, городе Монте-Видео. Русского капитана извояли в полный рост с подзорной трубой и саблей. Поисковики отрядов «Обелиск» и «Русь» закончили мероприятие по подъему военного самолета Ил-2 на Калужской земле в районе Спасдеменска. Наша съемочная группа стала свидетелем этого события, которое смело можно считать всероссийским по своей значимости. Сегодня здесь, на Калужской земле, поднято сердце самолета Ил-2. Установлен номер, по которому можно будет определить фамилии и имена летчиков. В 2000 году поисковики обнаружили большой металлический предмет под едва приметной воронкой. С тех пор они, работая в архивах, восстанавливали события времен Великой Отечественной войны. Выяснили, что в августе 43-го года на этом месте велись наступательные бои Красной армии. Наземные силы поддерживали с воздуха штурмовики 81-го авиационного полка. Очень было сильно укреплены у них районы. То есть были здесь и доты. Здесь вообще сплошная траншея идет от Любуни и до Нестеров. Полностью сплошная, полностью. Очень укрепленная была линия обороны у них, у немцев. Причем она была не одним машином стояла. Дальше за ним еще 200 метров еще траншея, еще 300 метров еще траншея. То есть везде переходные траншеи. Укрепление было очень сильное. Поэтому Ил здесь и у нас и погиб. Предварительно была проделана большая подготовительная работа. Прорубили дорогу для доставки техники, рассчитили место раскопок. Экскаватор и вездеход КАМАЗ выделила Смоленская атомная станция. Сразу при начале работ были обнаружены останки экипажа, летное удостоверение. Но состояние документов не позволило установить личность погибших летчиков. Сегодня на поверхность земли достали мотор. На нем хорошо читается номер. Теперь только время и работа в архиве помогут восстановить имена героев. Номера сейчас будем смотреть. И уже по номерам двигателя, по номерам брони будем устанавливать экипаж самолета. Десногорские поисковики отряда «Обелиск» уже не первый год ведут полевые работы с отрядом ОМВД города Калуга. С 16 по 25 апреля на территории нашего города проводится профилактическая операция «Пешеход». Она направлена на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения пешеходами, проезда пешеходных переходов, предотвращение ДТП с участием пешеходов. Также дорожные полицейские напоминают пешеходам об использовании в темное время суток светоотражающих элементов. Поздним вечером 18 апреля в деревне Слобода Рославльского района загорелась ферма. К месту пожара прибыли три автоцистерны и восемь человек личного состава 13-й части. Горела солома, которая служила задней стенкой фермы. 23 молодых бычка были своевременно эвакуированы. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Огнём повреждена кровля на площади 600 квадратных метров, уничтожено 70 тонн соломы. Со дня образования ветеранской организации внутренних войск России исполнилось четверть века. 15 апреля заместитель министра МВД Александр Горовой в режиме видеоконференц-связи поздравил Смолян. В настоящее время в состав Смоленского областного совета ветеранов ОВД входит 40 организаций, в которых состоит около 5000 человек. Среди них есть ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Важным направлением деятельности Совета ветеранов является участие в профилактической работе по предупреждению преступлений и административных правонарушений среди молодёжи. Мы, старшее поколение, должны сделать всё необходимое по формированию молодых сотрудников и гражданской молодёжи, высокого патриотического осознания, чувства любви и верности Родине, гордости за своё Отечество и избранную профессию, готовности в любую минуту исполнить гражданский и служебный долг. В завершении видеоконференции председателям региональных организаций, ветеранов ОВД и внутренних войск были вручены памятные дипломы и благодарственные письма. Для воспитанников школы-интерната в Якимовичах закупят новые кроссовки. Известно, что для детей собираются приобрести 52 пары спортивной обуви разных размеров для мальчиков и 38 пар для девочек. На эти нужды из областного бюджета будет выделено более 176 тысяч рублей. 27 апреля в Молодёжном центре нашего города состоится презентация проекта «Летняя техническая школа архитектуры таланта», профильная смена которого пройдёт с 1 по 14 августа на базе оздоровительного лагеря «Соколья-гора». Кандидатами для участия в смене могут быть отличники учёбы, участники международных, всероссийских, областных, районных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей в возрасте от 14 до 17 лет. Комитет по культуре и молодёжной политике Десногорска приглашает всех желающих на презентацию. В художественной школе Десногорска ежегодно к 1 апреля организуется юмористическая выставка. В этом году её посвятили кошкам. На экспозиции «Весёлая катавасия» представлены работы ребят подготовительных групп. Используют ребята и гуашь, и акварель, и графические техники, и тушь, и фломастеры, всё что угодно. Главное, чтобы образы были смешные, выразительные. Лучшие работы отправятся на областную выставку, которая будет проходить в городе Гагарин. И в заключение о спорте. В Смоленске пройдёт открытое первенство нашей области по художественной гимнастике. 172 девушки из различных регионов России будут состязаться 23 и 24 апреля в одном из самых красивых олимпийских видов спорта. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.